Сальман Заврубевич, сколько путевок поступило в этом году? В этом году 271 путевка на сегодняшний день реализована. Это неделю назад закрыт третий поток, так называемый. И четвертый поток, исходя из остатков денег министерства, количество закупаемых путевок будет известно уже ближе к четвертому заезду. Вот такой вопрос. Кто предоставляет вам эти путевки? Эта путевка закупает министерство. Министерство проводит аукцион, проводятся аукционы и выигрывают лагеря, которые соответствуют всем параметрам для принятия детей для оздоровления. В какие лагеря были отправлены дети на оздоровление? Это в этом году выиграли, в обычные года практически одни и те же. Просто в этом году количество лагерей меньше, но они очень соответствуют всем требованиям. Очень хорошие лагеря. Это поселок Каменомоцкий, лагерь Горный, лагерь Лань. И в этом году присоединилась после реконструкции и ремонта лагерь Кавказ. Вот эти три лагеря составляют основу всех заездов. И помимо этого есть на побережье два места. Это Черноморец и Электрон, город Анапа. Всего сколько потоков было? Три потока неделю назад, третий поток заехал. Недели через две мы их привезем. И сейчас формируется список детей на четвертый поток. Сколько детей всего было уже отправлено на оздоровление? 271 человек, считая нынешних, которые сейчас в лагерях, за три потока. А как дети отзываются о лагерях? Лагеря очень хорошие, как я и говорил. Они очень соответствуют всем нормативам и развлекательным мероприятиям. И сама атмосфера внутри лагеря, условия внутри помещений, где они проживают. Я лично бывал во всех лагерях, осматривал, как наши дети отдыхают там. И очень соответствуют, очень интересно, очень красиво. Сколько дней дети находятся в Сапаре? 20 дней. Приблизительно сколько путевок еще осталось на четвертый поток? На четвертый поток где-то 60-70 мы рассчитываем. Это летняя оздоровительная компания, которая сейчас идет. Помимо них у нас еще выявляются дети-инвалиды, дети с какими-то заболеваниями, хроническими или нет, которых мы отправляем в горячий ключ. Это матери и ребенка, периодически наши дети оздоравливаются там тоже. Там серьезно. В летних лагерях, Адыгея и побережье, что я говорю, это типа санаторного типа, но как такового лечения там не производится. Там пятиразовое питание, досуг, экскурсии на автобусах, пешком. Это все интересно, все это замечательно. А в горячем ключе целенаправленно по направлениям лечит. В нашей работе участвует больница. Бывает, что они направляют к нам. Помимо больницы в нашей работе участвует местная администрация поселений, которые тоже, зная своих жителей аула, села, зная проблемы многодетных и бедных семей, они бывают, что направляют к нам. А так, в основном, основной процент происходит самостоятельно. Родители или сами же дети приходят, пишут заявление, их вписывают в список, и дальше уже к моменту поездки в больнице проходит медицинский осмотр, свежие медицинские анализы и так далее. А так, в нашем центре есть информационные стенды, касающиеся имя летнего оздоровления. Мы периодически через газету делаем объявления по поводу, куда, сколько путевок там. Ну, правда, сейчас в этом нет большой необходимости. Это раньше мы, когда у нас было много путевок, раньше мы в целях рекламы, в целях привлечения детей делали такие мероприятия. И последний вопрос. В сравнении с прошлым годом количество путевок изменилось или осталось прежним? В прошлом году за 15-й год 900 с чем-то детей мы отправили. И лагерей больше было, и путевок больше было. Опять же, из финансовых соображений. Было куплено в прошлом году намного больше путевок. В этом году путевки ограничены. У нас дефицит путевок многим не хватает. Но мы относимся к этому так, что наш отдел материнства и детства проводит патронаж. То есть по всему району многодетные, малообеспеченные, малоимущие. И социально опасные семьи, они объезжают. Вот вчера были, например, в футере Игнатьевским. Сигнал поступил, что родители пьют, дети там малые. И поехали, разобрались, поставили на учет. И в процессе таких мероприятий, такого патронажа, выявляются дети, которых мы отправляем в лагеря. То есть это первоочередные фамилии, которые попадают в лагеря. Это, вот, например, на Кавказ, на Третий поток, мы формировали, вот именно весь поток формировали из таких детей. То есть бесплатно. А так, горный лань, когда формируется, исходя из суммы заработной платы родителей, им иногда приходится немного доплачивать. Путевки в 10%.